Вечером 10 сентября, что вы слышали от друзей, от просто знакомых? Что говорили про тот вечер? Я слышала не 10 числа, я слышала 11. Я звонила Наташе Бреховой. Наташа Бреховая мне сказала, что избили подругу ее. Спросила, кто это была Саша Горохова. Я спросила, кто избил. Она мне сказала, что граждане не русской национальности. Потом, как выяснилось, что сами девочки ее избили, что произошло? Когда я выяснила, что девушки избили сами же ее, была очень большая злость. Потом мы все узнавали, кто как, почему, кто именно ее бил, кто именно ее связывал, кто именно ее украл телефон. Мы это все узнавали. На данный момент мы ни с кем, с девочек не общались. И только тоже узнаем, как бы спаселка Калиницы. А как выяснилось, что они сами ее избивали, а не какие-то там приехавшие сюда? Выяснилось, мы вот собрались с девочками, решили все-таки дойти до девчонок. То есть, как бы узнать вообще, кто как к чему причастен. Потому что, как бы, ну 8 человек, мне кажется, избивать одну девочку инвалида, то есть, как бы, ну это было бы, наверное, вообще до смерти. И, как бы, мне кажется, другие просто стояли, на это смотрели. Мы, как бы, ну, зашли только к одной Жене, нашли ее. Женя нам объяснила, что началось это все от Наташи, что Наташа ее здесь по кичи гоняла. Вот, не было то, что они уже подошли внизу, они уже их завязали, девочки, их было трое, получается. Вот, и кто-то вот прыгал по лицу, кто-то прыгал по телу, кто-то ломал пальцы. То есть, получается, они сами это рассказали, когда вы пришли к ним, они уже сами рассказали все это? Да, то есть, они, как бы, он говорит, мы скрывать ничего не будем, все остальное. То, что они говорят, да, мы понимаем, что Наташа может там повесить, то есть, что там одна, то, что и я там причастна, и вторая причастна. Но, как бы, он говорит, мы врать не будем, то есть, мы будем говорить то, что есть. То, что они говорят, да, они очень сильно испугались, что вот они не позвали ни на помощь, ничего, то есть, по ним это, как бы, видно. Ну, извините, с участницей надо было, конечно, взять все-таки на помощь, потому что городок маленький. Получается, они бросили ее где-то в лесопосадке и ушли все. Кто ее нашел? Но, насколько я знаю, слышала, что они звонили какому-то молодому человеку, они хотели ее увезти в лес. В Рассудово. В Рассудово. Он отказался, и он как раз пришел туда, просто я точности не знаю, что он вызвал скорую, и на скорую ее увезли. Насколько я знаю информацию, что они звонили тоже какому-то парню, чтобы тоже увезли в лес и просто заживо похоронили. Но девочке оставалось вообще только час жить. Они думали, что может быть она умрет. Я не знаю, конечно. Я просто вот такие факты, как бы я не знаю. Говорили, что якобы все это началось из-за сплетни. Якобы Саша Грохова распространяла некие сплетни, и вот таким образом они ей отомстили. Как бы да, это как бы слух такой был. Была одна сплетня, насколько я знаю, что да, Саша просто получила по лицу, просто пощечину. То есть она сама призналась, да, я говорила. Все остальные сплетни, мне кажется, что не распространялись. То есть это было просто как бы, чтобы вывести других на вот такую вот реакцию. И эмоции, чтобы другие тоже под этим сплетни. Мне кажется, да, потому что, ну, не знаю. А вот говорили, что они еще в этот момент были нетрезвы, потому что они били ее бутылку из-под пива. Ну, это, конечно, отверждать не могу, я там с ними не была, но мне кажется, что да, потому что они ее поливали пивом. То есть, понятное дело, откуда же у них когда получается пиво, если бы они не пили. Вот, поливали до нее пивом. Я сомневаюсь, что они трезвые девочки, мне кажется, они бы подумали, что они делали. А это, получается, все началось с того, что Саша Горохова сказала, что ребенок одной из них болен, и вот девочке это не понравилось. Девочке это не понравилось, девочка ей дала пощечину, девочка после этого ушла. То есть, да, вот они гуляли, как бы девочка после этого ушла с ребенком домой, как бы вот. Но, а все остальное тоже продолжилось. А с чего появилось такое, что болен, не болен, просто так с воздуха? А это я, как бы, я, честно, я не знаю, на этот вопрос я отвечу не могу. Ну, может быть, там, как-то они что-то там услышали, что я даже не знаю, честно, как они здесь, что это. Вот трое уже задержаны. Те, которые не задержаны, они сейчас как себя ведут, с кем-то общаются или нет? Ну, не задержаны, то есть, мы, как бы, тоже вчера искали, как бы, всех девочек. То есть, мы нашли только одну Женю, вот, она дома, потому что у нее маленький ребенок, у нее 10 дней ребенку. Вот, она, как бы, никуда не скрывается ничего, Свету мы найти так и не смогли. Вот, Саша, получается, на данный момент она уже там. Таня то же самое, но Наташа, конечно, скорее всего, тоже там, и ее, по-моему, будут держать до суда.